ненавижу трусы хагис всеми фибрами души потому что недолго поносит ребенок то есть грубо говоря в наделе через час вот такая вот фигня уже висит снизу сам подгузник я покажу вот так вот сползает на попе в общем ненавижу хагисы не подгузники не трусы не знаю вообще мне не нравится и моими фаворитами до сих пор остаются либера трусики up and go вот по крайней мере для двойни это и выгодно и удобно и качественно а эти очень просто ужас да и гор всех есть транспорт теперь зачем тебе ключик у тебя бесключевой доступ вон да ты тоже вылез ты же катался все накатался все все предели с таким лицом но у нас тут дым столбом и ароматы шашлыка потому что саша с кристиной вон они вон они деда там жарят шашлык вон там вот скоро будем кушать вкусненько накрываем на стол расставим еду и кушать а все почему нет не потому что мы уезжаем сегодня потому что сегодня у мамы день рождения и мы в общем посидим на обед а вечером уже поедем домой по этим на вокзал в поезд сядем их лето природа приедем в питер там будет уже холодно ну как всяко холоднее чем здесь а мне с одной стороны уже хочется домой а с другой стороны как-то грустно что время так быстро идет и не знаю как-то от этого еще грустнее потому что понимаешь что ты просто ничего не успеваешь жизнь как-то мимо тебя проходит хотя наверное все что происходит и проходит это и есть наша жизнь мне это нужно ценить сидим кристина мне плечет косичку мы уже покушали и теперь сидим ждем часа x когда нам выдвигаться надо будет на вокзал вроде как все мы выгружаемся со всеми своими баулами пацаны тут ждут свою коляску а там вон поезда где поезд смотри поезд стоит над не наш стоит под короче мы пришли стоим тут между путями по идее по идее нам нужно дождаться когда он уйдет отсюда и перейти туда дальше вот на следующий путь нам по идее наш тоже придет на этот же путь на четвертый вот нам нужно туда ну подождем как говорится вот наши сумки и это еще не все еще придет кристинин рюкзак по моему а и еще сумка только встали что вы думаете мы сразу есть сразу просто дети голодают постоянно особенно вот эти маленькие сильно устали тащили на себе все кстати там кубик где-то у нас еще вот кубик кубичик нормально ты живой вот в общем то сам вокзал topsy только красивый вид на вокзале горы а вот там люди живут смотрите там прямо на горе живут люди домить красота мауле да короче мы решили погулять точнее дети решили что они не хотят стоять на месте пришлось их развлекать катать поэтому сейчас я хожу просто туда сюда по перрону нам осталось ждать поезд еще минут 20-30 где-то вот так что в общем то уже немного но мы любим приезжать заранее потому что ну по крайней мере ты потом не переживаешь что-то ты опоздаешь не успеешь к тому же поезд стоит всего там минут 15 или 16 и за это время нужно успеть выпустить всех желающих покурить погулять самим заскочить все чемоданы занести коляску детей себя в общем тот еще экстрим кто так запрыгивал в поезда знают особенно которые стоят там знаете по пять минут вот так что я пока что гулять буду сидят уже устали мои детки уже спать хотят манна как раз мы сядем все разложим постели мы мы еще манеж прикрепим я надеюсь что мы его прикрепим потому что мы ни разу не крепили вот и положим их спать не знаю честно говоря вдвоем они будут на одном нижнем месте спать или один со мной будет внизу посмотрим ничего не знаю как пойдет так пойдет кстати давайте я вам сейчас быстренько расскажу что с кубиком это многие спрашивают в общем у кубика травма глаза и изначально когда мы ездили в топс городскую ветеринарку лечение было назначено неправильно то есть мы поставили диагноз катаракта хотя там была явная травма глаза соответственно ему назначили неправильное лечение то есть мы потеряли два дня или два дня мы потеряли получается адекватного лечения да и потом вот и потом когда мы уже попали на прием хорошему ветеринару он глаз глаз уже у кубика начал реально гноится вот и она нам назначила капли то есть мы пять дней по моему еще пролечили но в общем до сих пор лечим но там все так усугубилась и нам сказали ехать в сочи к в общем в московскую клинику в сочи к офтальмологу ветеринара офтальмологу то есть это чисто клиника по глазным болезням животных и в общем саша вот ездил два раза с кубиком туда чтобы там все делали с глазом и до сих пор у нас кубик в воротнике до сих пор моего капаем и ему зашили глаз пока что потому что ну чтобы не попадало ничего в общем короче вы нельзя мыть ничего нельзя только капать и вот счет три недели он будет в общем в таком вот видите так что она кстати раз уж так символично раз уж я тут хожу и я вам сейчас ставлю как раз там саша снимал как он ездил сочи в мацесту чтобы лечить кубика вот такой вот веселый отпуск получился на самом деле это был мой страх всю жизнь вот и не знаю слышно было меня или нет но в общем я всю жизнь боялась что кошки выцарапают животным глаза когда у нас были постоянно собаки я постоянно боялась что кошки могут выцарапать но в общем в итоге видите наверное все боязни когда-то становится явью в общем в принципе не доказано кошка это или нет пойман никто не был за этим процессом но факт остается фактом приехали мы с кубиком вот он кубик и мы в мацесте пойдем по делам на 40 минут дайте ждем такси что красиво тут конечно вот такая у них набережная вдоль речки прикольно тут там все плиткой внизу выложено здесь асфальт там машины и вот идешь по зеленой зоне гуляешь красота природа как здесь хорошо зелень это наверное самый лучший вид с вокзала сижу и жду поезда и смотрю на море вот гостиница мешает моему просмотру а вот это вот часть красивая не знаю что это выглядит красиво там сочи ту сторону я направляюсь а там адлер а это мацеста такая красота сидишь на берегу моря ждешь поезд вообще красота а вот там вот адлер видите дома высоточка а сзади там горы и прочее красота по городу сучи пока кубик у врача я гуляю по сочи как-то время надо убить поэтому гуляем прикупил я кепочку катя давно говорила что у меня там страшная кепочка вот теперь аргентина ямайка и ботиночки прикупил новое завидите вы или нет новые ботиночки тоже а то через палец уже палец болит что вот так вот тут новая коронавирусная инфекция все турникеты сегодняшнего дня открытым поэтому можно не покупать билеты хотя там стоят около турникетов и проверяют билеты их мацают руками вот а для чего для чего их открыли я без понятия что-то делают типа столпотворение не создают чтобы вы не подходили не пикали qr-код короче у меня руки трясутся но мы зашли мы это сделали это было просто ужасно как ты на себя ощущаешь уже лучше да вот до погрузки бы ваших я может реально это было переживание не скажи что у нас тут не поместилось немножко ну да мы тут немножко не уместились мы посмотрим уж нам предложат может ее поставить кубик ты жив там видите у нас распаковка произошла но я вам все равно покажу на каждого человека дают коробку такую значит что тут у нас как обычно бутылка воды не газированная ничего но добавилось раньше не было гречневая штука гречневый хлебец на случай если у вас есть помидоры с огурцами а булочка эти три о как были так и остались кстати они ничего так и на вкус здесь набор вилка ложка салфетка важно потом я все это разберу и мятная конфетка а мы едем это маленьком они же вообще у нас все сидят на одного ребенка но пока мы туда сюда положили их туда ну чтобы они не мешались они уснули теперь вдвоем спят маленьком они же не знаю сколько они там проспят но ладно посмотрим еще детям далее вот и всем добро утра стать 6 30 утра . было ужасно потом попозже расскажу в общем сейчас покажу просто малышам дали вот такие рюкзачки вот такой вот обычный маленький для кристины другой немножко помочь что наполнение другое для малышей такой посмотрим что внутри ну и вот собственно что внутри пазл другое плед не могу поделить карандаши конечно это тоже для постарше деток ну ладно веселое задание для детей таки наклейки в общем дам малышам что-нибудь из этого пусть поиграют у нас уже дети осмелели ну в общем то что им еще делать кроме как тусить там потому что с детям просто нет места ходить мы уже там им игрушки открыли там валяются сортеры и телефоны но что-то ему нет еще неинтересно ему на интересного кошка смотреть посмотрел это поезда внезет кристина там играется дима что мы уже едем по ленобласти скоро приедем сейчас сколько там сейчас 545 малыши мои уже не спят я им открыла манеж чтобы они могли сами вылезать ты куда садишься на пол не надо на пол садиться и на кубика не надо садиться очень удобная вещь этот манеж я хочу сказать по размеру он как обычно эти детские кроватки где-то 120 наверное даже может чуть меньше но они вдвоем в принципе неплохо себе тут спали ну правда последние два раза я их разделила один спал со мной другой спал в манеже и так они лучше конечно спали знаете не будили друг другом ну и в общем то когда надо было их вдвоем двоих туда сажала тоже было нормально обязательно вот вообще вещь очень удобная вот это вещи очень удобная В общем, осталось нам ровно 2 часа, и мы приедем наконец-то. Субтитры сделал DimaTorzok